Добрый день. Портал Союзбай совместно с Национальным пресс-центром проводит интернет-видеобрифинг «Экономический прогноз на 2015 год». И сегодня мы в гостях у заведующей кафедры экономической теории Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктора экономических наук, профессора Ирины Васильевны Новиковой. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Васильевна, прежде чем говорить о том, что ожидает наша страна в 2015 году, давайте поговорим об итогах уходящего года. Ну, уходящий год, конечно, не самый лучший был, но и не самый худший из всех прожитых нами за период новой истории, так сказать, время. Безусловно, плохо, конечно, что у нас лодские запасы увеличились, и на складах находится 78% по отношению к месячному, так сказать, выпуску. Это, конечно, не здорово. Некоторые предприятия, как мы знаем, перешли на двухдневную, трехдневную работу. Это тоже не является хорошим. Но все это связано с тем, что мировая экономика переживает спад. Плюс мало того, что мировая экономика переживает спад. В России, вот вы видите, что произошло с рублем, это тоже не совсем хорошо. А мы знаем, президент совсем недавно сказал, что у нас, хотя это достаточно неплохая цифра, 45% рынка, то есть нашего валового продукта, идет на рынок России. Я хочу сказать, что вот лет 20 назад, 56%, я точно знаю, сама делала расчеты, то есть мы практически процентов где-то на 11, на 12 ушли от зависимости за этот период. Значит, очень сильно много экспорта нашего поступает на Украину, и о том, что это очень хороший такой, один из главных наших партнеров, говорит вот визит нашего президента в Украину, потому что ясно, что какие бы там ни были политические столкновения у них с Россией, мы подходим чисто экономически, это наш важный партнер, и приходится на него где-то 15-20% нашего экспорта. И, безусловно, все там, вот так сказать, шероховатости, трения, все, что там происходит в этих странах, это сильно отражается на нашей экономике. И, безусловно, вот сложилась такая ситуация, когда вот большие складские запасы залегли у нас, на наших складах, у наших предприятий. Мы же знаем, что мы являемся, так сказать, основными, неосновными, конечно, поставщиками на российский рынок. Мы поставляем молочную продукцию, мясную продукцию. Тут совсем недавно произошли трения по поводу мясной продукции, тоже не совсем хорошо, не совсем, ну, я не могу сказать, недружественные действия. Здесь, конечно, всякое может быть, не знаю, может быть, и мы где-то были неправы, где-то они неправы, но все это не надо выводить на такой высокий уровень. Вот даже президент об этом сказал, что до него это дошло. Бессловно, это не должно доходить, и до нас с вами это даже не должно доходить. Это должны садиться люди за стол переговоров. Нужно разрабатывать в рамках ЕАЭС, необходимо разрабатывать механизмы, которые, ну, автоматически, это будут рабочие моменты. Вот так же, как у вас возникают какие-то трения, могут возникнуть с начальством, или у меня могут возникнуть. Ну, это не выносится на всеобщее обозрение. Это в рабочем порядке решается все. Поэтому необходимо создавать такие механизмы, чтобы не было, как когда-то у нас было, года два назад, была молочная война, теперь мясная война, там еще не знаю, может, какая будет война. То есть это не совсем хорошо. Вот. Ну, в целом, год, в принципе, неплохой. Показатели мы где-то близки к выполнению наших показателей. Немножко по инфляции. Инфляция у нас чуть-чуть, ну, ожидается прогноз, что будет процентов 18, ожидали, думали, что будет, планировали, что будет 12%. Ну, что делать? И, соответственно, раз такая высокая инфляция, не совсем выполнен план по товарообороту. Немножко снизился у нас товарооборот. Ну, это понятно, что если цены возросли, вы уже столько не будете покупать, сколько было запланировано. Ну, вот, грубо говоря, такая схема, чтобы было всем понятно. Ну, а так, в принципе, ситуация не совсем, так сказать, ужасная. Другое дело, что, конечно, 15-й год будет не совсем, так сказать, ну, достаточно тяжелый для нас будет. Но поживем и увидим. В Беларуси уже утвержден официальный прогноз на 2015 год по росту ВВП, и он составит 0,2-0,7%. Это самый низкий прогнозный показатель за последние несколько лет. Почему в прогноз заложены именно такие цифры, ну, и чем они условлены? Ну, сразу хочу сказать, здесь делали прогноз и Международный валютный фонд, и Мировой банк делали. И ожидается их прогноз где-то близок вот к нашему прогнозу, или наш прогноз близок к их прогнозу. Я сразу хочу сказать, что, еще раз повторюсь, в мировой экономике спад. И если мы малая открытая экономика, то есть мы очень сильно завязаны на внешней рынке. Мы не можем поглотить такое количество тракторов, всю молочную продукцию, мясную съесть внутри нашей страны. Ясно, что мы ориентированы на внешние рынки. И, соответственно, от внешней среды очень сильно зависит наша экономика. И раз, вот как я вам сказала, что по этому, как показал этот год, если мы, предположим, будем увеличить в той же пропорции, но не реализуется пока наша машиностроительная продукция, мы знаем. И складские запасы растут главным образом за счет машиностроительной продукции. Так зачем же планировать опять темп роста 3-4-5 процентов, и это будет лежать на складах. То есть никому это не нужно. Поэтому, вот если бы меня попросили охарактеризовать, что характерно для нынешнего прогноза на 2015 год, я бы сказала, что это более-менее реальный прогноз. То есть 0,2-0,7 – это реальный прогноз. Дай Бог, чтобы мы выполнили, так сказать, ну не сползли на минус. А далее 0,2-0,7 – это будет очень хороший, так сказать, хороший результат 2015 года. До 1 февраля этого года в Беларуси введен 30-процентный налог на покупку валюты. С какой целью введены подобные меры, и позволят ли они избежать негативных последствий? Ну, безусловно. Я считаю, что, как бы ни говорили, ясно, что это не самая хорошая мера, но эта мера была своевременная и правильно принята. Значит, почему назначили именно этот налог, и что произошло на нашем валютном рынке? Ну, просто, еще раз повторюсь, мы сильно завязаны на российский рынок. Мы с вами видели обрушение российского рубля. То есть идет практически экономическая война с Россией, а так как мы с ней очень сильно взаимоувязаны, это отражается и на нас. Но другое дело, что россияне более спокойно относятся к тому, что у них нарушилась эта пропорция, то есть падает их рубль, более спокойно относятся. И, кстати, действительно, если посмотреть, что происходит у них на валютном рынке, спокойствия значительно больше, чем у нас, но они более богатая страна, у них большие золотовалютные резервы, и ясно, что они отпустили свой рубль в свободное плавание и делают, так сказать, ну, поставляют валюту коммерческим банкам, поэтому курс, в принципе, да, он, безусловно, снижается, но они все-таки пытаются, так сказать, сдерживать они его не пытаются, но проблема решается. Хотите по такой цене, покупайте по такой, хотите по такой, покупайте по такой цене. У нас ситуация более сложная, у нас нет таких больших золотовалютных запасов, и ясно, что коллективный психоз очень сильно действует, на людей, если бежит толпа, то к этой толпе начинают присоединяться, а люди все больше и больше, и таким образом, представьте себе, все кинулись в обменники, и можно элементарно обрушить валютный рынок, тем более у нас нет, еще раз повторюсь, таких больших золотовалютных запасов. И потом правительство правильно приняло меры. Хотите покупать валюту, хотите сберегать в валюте, а не в белорусском рубле, так сказать, свои деньги, поэтому заплатите 30-процентный налог. И смею вас уверить, это поможет сбить вот этот вот ажиотаж, и будет способствовать тому, чтобы у нас не обвалился валютный рынок. Бюджет Беларуси на 2015 год сформирован из расчета, что нефть будет стоить в районе 80 долларов за баррель. Но в недавнем интервью министр экономики Беларуси Николай Снабков заявил, что снижение стоимости цен на нефть хотя бы на 1 доллар приводит к потерям Беларуси от продажи нефти и продуктов нефтехимии в 20 миллионов. При этом многие эксперты прогнозируют, что цена на нефть в следующем году будет в диапазоне от 60 до 70 долларов. А при условии реализации подобного негативного сценария, какие меры предпримет правительство страны для того, чтобы обеспечить выполнение именно равновесного бюджета на будущий год? Ну, во-первых, уже прошла информация о том, что Минфин может пересмотреть наш бюджет, еще же не начался 2015 год, и, безусловно, можно подкорректировать. Да, вполне возможно, если будет продолжаться война против России, прекрасно Запад знает, что это основной источник поступления нефти, продажа нефти – это основной источник пополнения российского бюджета, и ясно, что они будут действовать таким образом, чтобы цена на нефть понижалась. И я не исключаю, что может быть 60 долларов за баррель. Почему? Потому что ту нефть, которую, предположим, Америка предложила на нефтяных рынках, она с рентабельностью составляет 57 долларов. Поэтому пока вот такая цена может быть, так сказать, эта нижняя граница может быть, так сказать, появиться на внешних рынках, что и 60 долларов. Но если будет опускаться ниже, вы сами понимаете, те компании, которые занимаются добычей нефти в Соединенных Штатах, ну, им просто будет невыгодно, они с нулем будут работать. Поэтому, но 60 может быть. Поэтому нужно просто готовиться к тому, как, то есть Минфин должен готовиться к тому, чтобы скорректировать наш бюджет на основании того, что нефть будет стоить 60 долларов, безусловно. С 1 января 2015 года начнет свою работу Евразийский экономический союз. Как считают многие эксперты, этот интеграционный проект принесет нашей стране не только плюсы, но и минусы. А на Ваш взгляд, каким будет 2015 год в связи с этим для белорусской экономики? Ну, тут белорусская экономика не только зависит от ЕАЭС. Это, безусловно, да, союз заработает с 1 января. Будет зависеть от того, как мы проведем модернизацию внутри своей страны, то есть как будут работать наши предприятия. Это прежде всего. Безусловно, Вы правильно сказали, что Евразийский союз несет нам не только выгоды. Да, наши рынки прежде всего находятся в России, в меньшей степени в Казахстане. Хотя сразу хочу сказать здесь небольшую оговорку. Недавно у нас был радиомост с Казахстана, вот я принимала участие. И можно было задать один вопрос к нашим казахским коллегам. И я задала такой вопрос, что Вы хотите поставлять из Казахстана на белорусский рынок? Было глубокое молчание, около минуты. Вот. А потом они говорят, ну, конечно, мы с Вами не можем состязаться по пищевым продуктам. У Вас такие высокие стандарты. У Вас такая хорошая продукция. И я, значит, повторяю вопрос, ну, а что Вы хотите поставлять? И они даже из продуктов, а о продуктах вообще речь не идет. То есть они не конкурентоспособны с нами. Но они говорят, может быть, будем Вам Тойоты поставлять. У них же сейчас, так сказать, они запустили автомобильный завод, может быть, Тойоты, и там еще какие-то автомобили будут производить. Я, то есть, к тому, что вот раз мы конкурентоспособны по продовольствию, может быть, нам здесь сконцентрировать усилия. Хотя продовольство, безусловно, не даст такой отдачи, как, предположим, наукоемкая продукция с высокой добавленной стоимостью. Вот, мой взгляд. Нужно увеличивать финансирование науки прежде всего, потому что там могут быть какие-то новые разработки. И, смею Вас уверить, вот Академия управления только что закончила работу по заказу Государственного комитета по науке и технологиям, и я могу с уверенностью сказать, то есть я не с чужих слов говорю, я проводила исследования, мы делали расчеты. Значит, у нас есть организации инновационные, то есть, ну, это не и лаборатории, которые находятся не просто на хорошем уровне, а находятся на мировом уровне. Поэтому нужно, чтобы их финансировали, потому что здесь можно ожидать через несколько лет очень хороший прорыв. И поэтому прекращать, а тем более, ну, снижать финансирование, это нельзя такого делать. Поэтому я ожидаю, вот, от следующего года и от того, что заработает Евразес, это, значит, необходимо создавать в рамках вот этого евразийского экономического сообщества единое инновационное пространство. Мы очень много говорим о едином экономическом пространстве, это правильно, это должно быть, это один из этапов, которые проходит любая интеграционная группировка. Но мы копируем, значит, этапы, которые проходил Евросоюз. Практически, вот, если рассмотреть, я вам как ученый могу сказать, те же этапы практически повторяются, только мы их быстрее пробегаем. И поэтому, вот, когда вы задаете, там трения у нас будет, да, будут трения, потому что пробежать, предположим, таможенный союз, Евросоюз где-то 26 лет длился, то есть вот этот период, а мы практически его за год пробежали. Ясно, что там будет трения, и очень много непоняток возникает, и еще законодательство не все согласовано. Безусловно, будет это все присутствовать. Но я хочу сказать, так как уже 21 век, и мы переходим в постиндустриальной, живем уже даже не переходим, а живем в постиндустриальной цивилизации, то необходимо подумать о том, что должно быть единое инновационное пространство. Его необходимо формировать не просто слить все инновационные структуры в единое, это не так необходимо делать, а необходимо формировать новые механизмы, новые институты, которые были бы едины вот для трех стран, которые занимаются инновацией. Ирина Васильевна, спасибо вам за интересные ответы. На этом мы заканчиваем наш видеобрифинг. До свидания.